готовятся к блэкаутам. В Полтавской области решили развернуть «пункты несокрушимости». В Полтавской области с 1 октября должны быть развернуты «пункты несокрушимости». Также перед открытием они все должны быть обследованы комиссиями при районной военной администрации, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на местное издание «Телеграф» на аппаратном совещании в Полтавской ОГО директор департамента по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Александр Чалой, доложил по вопросу «развертывание и функционирование пунктов несокрушимости». В связи с ракетными ударами РФ существует большая вероятность возникновения перебоев в работе энергогенерирующих предприятий, операторов мобильной связи и других систем жизнеобеспечения. Поэтому подготовка «пунктов несокрушимости» является очень актуальным вопросом, сообщил Чалой. Согласно решению правительства, «пункты несокрушимости» должны быть готовы до 1 октября. Кабмин также определил чек-лист, контрольный перечень действий, который определяет оборудование и средства в пунктах несокрушимости. Министерство, ОВА и органы местного самоуправления в своих «пунктах несокрушимости» должны предусмотреть генераторы с комплектом кабелей, удлинителей для зарядки, не менее чем на 50 мобильных устройств, запасы ГСМ, средства освещения, средства автономного отопления, средства доступа в интернет, аптечки, информационно-справочные материалы, средства связи, средства пожаротушения, средства для санитарной обработки помещений, мебель, запасы питьевой и технической воды, запасы продуктов питания и комплектов одноразовой посуды, средства личной гигиены, стационарные или автономные туалеты. Напомним, в Министерстве энергетики заверили, что Украина во время предстоящего отопительного сезона сможет удовлетворить свои потребности в выработке электроэнергии. В случае продолжения атак РФ отключения также вероятны, но будут носить временный характер. Более подробно о том, будут ли вновь применять графики отключений света и чего ждать украинцам осенью в случае новых атак по энергетике, читайте в материале РБК Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.